Давайте я скажу подобную историю по Вавилонскую башню. История по Вавилонскую башню. Скажите мне, пожалуйста, важный вопрос. Вы же все читали книгу «Бытия», правда? Скажите мне, пожалуйста, что произошло раньше? История Вавилонской башни или разделение на народы, каждый со своим языком? Это показывает, что вы читали невнимательно. Потому что, конечно же, разделение происходит раньше. Конечно! Нет, ничего подобного. Вы просто не читали внимательно. Откройте в 9 главе книги «Бытия» сразу после потопа сказано у Ноя, ты и сына. Да, старший, умный был детина. Да, как вот, как, ну, как, ну. Откуда ты, ты и сын, да? Да, вот, теперь, вот. И, ну, хорошо. Вот, так вот. И от них пошли народы по своим стеанам, по своим островам и со своими языками. Откройте, конечно, написано прямо своими языками. То есть, уже есть полно народов там перечислено от Шема-Татии, от Хама-Татии, от Ефета-Татии. И вот такие все, и каждый раз прям повторяется, прям рефлет. И они расселились по там постоянным островам со своими языками. Конечно. А вдруг начинается следующий секунду. А во втором начинается следующая глава. И написано, был на всей земле язык один и слова немногие. Как так? Мы только что прочли, что там было полно языков. Теперь, этот момент невозможно понять, если, если не заглянуть в оригинал. Дело в том, что в иврике есть два разных слова для понятия языка. Есть слово лошон и есть слово сафа. Некоторые переводы пытаются встать на голову и сказать, были разные языки, но было одно наречие. Но это понять невозможно по-русски, естественно. Есть два разных понятия язык. Лошон и сафа. В русском переводе, когда и то, и другое переводят язык, понять нельзя вообще ничего. Просто потому, что язык и язык. И понять, что это разные слова. Просто откуда, если не написать комментарий. Теперь, чем они, эти слова, отличаются? Значит, мы все понимаем, что слово язык происходит в том, что во рту есть язык. То есть, есть часть тела, которая переносится на то, что есть язык во рту, физический язык. И отсюда то, что произносится, тоже называется язык. Правильно? По-русски. А на иврике точно так же. Слово лошон означает язык во рту и также язык, на котором говорят. А еще и слово сафа, которое означает не язык, а губы. И тоже от него слово язык. То есть, одно это язык от языка, а другое язык от губ. Понятно? Лошон и сафа. По той же самой модели. Только от двух разных частей тела. От языка во рту и от губ. Теперь. Теперь, чем же они отличаются? Отличаются они тем же, чем отличает язык от губ. Язык внутри, а губы снаружи. То есть, есть язык внутренний и есть язык внешний. По-русски просто нет такого термина язык внутренний, а язык внешний. Теперь. Ну да, но это можно, но от этого смысла не возникнет. Потому что термин мы можем придумать, но он не будет ни с чем ассоциироваться. Теперь, если вы знаете, что в тибернетике есть два... Тибернетика различает две роли языка. Язык используется для коммуникаций, и язык используется для моделирования мира. Понятно? Как такая разница? Мы... Для чего? Вот, хватит. Когда мы разговариваем, то мы разговариваем, используя конструкты. То есть, понятия, которых в мире физически нету. Мы их создали посредством языка. Понимаете, да? Наше общение состоит на 90% из конструктов. Понимаете, да? Конструкт это то, что мы... То есть, зачем нам нужен язык? Нам нужен язык не только для коммуникаций, а для того, чтобы мы могли описать окружающий мир, создать то, что называется нарратив. Вы знаете такое слово нарратив? Что такое нарратив? Это значит, есть мир, а есть, как я описываю мир. Вот мое описание мира, это и есть нарратив. И я живу не в мире, а в нарративе. Что? Не-не-не-не. Мировоззрение – это дальше, что я думаю, что хорошо, а что плохо. Ого, мировосприятие. То есть, как я описываю мир, что вообще в мире есть. Какие в нем есть объекты, как он устоит, как была его история. Как он формируется, как вещи взаимосвязаны. Я как-то описываю мир. Это мое описание мира, это еще до мировоззрения. Ну, это стандартное понятие кибернетики. То есть, это называется моделирующая функция языка. Язык прежде всего моделирует мир. А уже потом на этой модели мы выбираем поведение, объявляем, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Но пока нет модели, невозможно никак сказать, хорошо или плохо, потому что нет объектов. То есть, самое первое, что мы делаем, мы описываем окружающий мир. И вот это описание окружающего мира, которое и называется нарратив, это самая базовая вещь, в которой живет каждый народ. Потому что она задается тем языком, на котором этот наррат говорит. Сам язык, как мы видим мир, как мы его описываем, а это заложено в языке. В языке заложено некоторое восприятие мира. Вот это восприятие мира, которое заложено в языке, оно является базовым восприятием для народа, говорящего на этом языке. Именно поэтому люди, говорящие на одном языке, лучше понимают другого и могут составить народ, в смысле вместе, совместно действовать для общего блага, потому что у них общая картина мира. Ну, аж, давайте я вам дам такой совсем простейший пример. Совсем простейший. Скажите мне, пожалуйста, сколько цветов в радуге? О, еще раз. Сколько же цветов в радуге? Ответ очень простой. Сколько у нас есть слов для их наименования? Понимаете, да? Потому что там-то на самом деле нет цветов отдельных, там есть непрерывный спектр. Слова нашего языка, они квантуют этот спектр. Они его делят на части. И мы после этого видим те цвета, которые у нас в голове. Когда мы видим мир так, как мир описывается тем языком, на котором мы говорим. Понимаете, да? Вот это называется моделирующая функция языка. Понимаете, да? Понятно теперь? Она фундаментально связана с мозгом, конечно. Ну, хорошо, но я же не виноват, называется. Я же не против. Я говорю, для этого я пишу. А в иврите эта разница есть, потому что есть эти два слова. Поэтому человек, читающий на иврите, с самого начала знает, что есть такая функция языка, есть такая функция языка. Потому что это называется двумя разными словами. А где какой-то фундамент? Лошон – это внутренний. Сейчас объясню, да-да-да. Так, понятно это, да? Теперь. Поэтому вот эта идея, до которой кибернетика доходит, в общем, не очень давно, в 20 веке, о том, что мир зависит от того, как вы его описываете, в смысле языка, это, вовремя, заложено тем, что есть два разных термина. Пусть невозможно спутать, да? Это абсолютно разные слова. То есть, язык моделирующий, язык коммуникационный – это разные вещи. Понимаете, да? Сначала надо описать картину, а потом вы можете коммуницировать в рамках этой картины, в рамках нарадива. Понятно? Так вот, в первой части – это языки внутренние. То есть, люди селились по разным местам с разными внутренними языками. В лошон. Поэтому они в разные места и по-разному посмотрели на мир. Они селились по миру, одни в одном месте, другие в другом. У каждого возник свой язык внутренний, своя модель мира, свое мироощущение, и сказать, это даже не мировоззрение, а мироощущение, может, реально. Это то, как они видят, как они описали этот мир. У одного в радуге пять цветов, а у другого семь, а у другого пятна, а у третьего пятнадцать. В зависимости от того, сколько слов, насколько, как они квантовали этот непрерывный спектр. Понимаете, да? Теперь, поэтому это селение является важным, нужным и позитивным, чтобы каждый народ в рамках своего языка развивал свою картину мира, которая потом может объединиться. Потому что внутренние языки у всех разные. А вот во второй истории сказано про коммуникационный язык. А вот коммуникационный язык у них был очень бедный. Вот он был один коммуникационный язык с очень маленьким количеством слов. Почему нам об этом сказано? Зачем нам сообщается, что в коммуникационном языке было мало слов? Понимаете, да? Это прямо написано так. Сафа-эхан, во дворим-ахадим. То есть, язык один словами немногими. Как это понимаешь? Теперь, это означает, что способ коммуникации у них был ужасно примитивный. Несоответствующий внутренним картинам мира. Внутренняя картина у каждого была своя. А разговаривали они, грубо говоря, таскать на примитивном английском. Понятно. Между собой. Это означает, что они не могли один другому передать богатство мира, как они его видят. Они не могли объяснить ничего. Если язык бедный, то на нем ничего нельзя объяснить. А что на нем всегда можно? На нем всегда можно отдавать приказы. Вот для приказов богатый язык не нужен. Для приказов достаточно миробедного языка. Потому что это переживание, нужен богатый язык. А сказать, пойди направо, пойди налево, принеси то, поставь там, это простой язык. Его-то точно хватает? То есть, для указаний этого коммуникационного языка было достаточно. А вот для передачи мироощущения его было абсолютно недостаточно. Мы занимаемся, да, давайте я дальше объясню, что происходит. Теперь, скажите теперь, пожалуйста, вот вы все читали библейский текст. Скажите, пожалуйста, зачем они стынули башню? Разве вы не читали? Вы не читали? Зачем они стынули башню? Ну зачем? Не, 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 не. Что, что? Нет, 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 нет. Что? Где вы такое видели? Там даже близко такого нет. Нет, вот в этом-то и проблема, понимаете, да? Дать себе имя. Дать себе имя – это способ, а не цель. Цель в чем состоит? Нет, 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 читать надо, читать. Да нет, зачем между стрек? Текст читаете. Я вам зачту сейчас. Нет, нет, в том-то и дело. Нет, конечно. Сейчас я вам скажу, я вам зачитаю. Итак. Сейчас, сейчас, сейчас. Итак. 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 Вы же читали сто раз это все, правда? Сто раз. Итак. Итак. Давайте сделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали кирпичей вместо камней, и смола вместо глины. То есть, экологическая революция, да? И сказали. Давайте построим город и башню головою до неба. И сделаем себе имя, чтобы мы не оселись по лицу всей земли. Вот цель. Чтобы не рассеяться. Конечно, чтобы не рассеяться. Ну, прям. Откруйтесь. Вы увидите точно же самое. Ну, пожалуйста, читайте. Ну, тихо-тихо-тихо. Ну, что? Окей, тогда я не виноват, извините. Ну, вы убьете евреи-то, смотрите. Ну, кричит на комментарии читать, что нам делать. Конечно. Совершенно однозначно там. Чтобы не рассеяться. Конечно. То есть, целью является сохранение единства человечества. Чтобы не было и осеяния. Чтобы не было разных народов. Они же уже стали расходиться. Чтобы они не рассеялись все. Чтобы остались единой системой. Что же они делают, чтобы не рассеяться? Конечно, чтобы не рассеяться. Не-не-не-не-нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Всевышний хочет, чтобы они осеялись. Они не хотят и осеиваться. Они хотят, чтобы мы не осеялись. Что же они выбирают в качестве инструмента? Чтобы не рассеяться, нужно строить башню высотою до небес. Почему? Правильно, конечно. Разумеется. Это же тривиально. Нужно сделать проект, который никогда не будет закончен. Это же написано прямо черным по белому. Конечно. Давайте строить. Теперь у нас есть технология. Теперь будем строить башню головою до неба, чтобы сделать себе имя. Почему же имя себе сделать? Всем будет известно. Мы строим великий проект. Утопия. Конечно, мы будем строить эту утопию. Это всем будет известно. И тогда мы не рассеемся. Люди будут заняты построением утопии. Вот она прямо в чистом виде, в точности. Светлое коммунистическое будущее. Ну да, пожалуйста. Или любое другое светлое будущее. Какая разница? Коммунистическое или некоммунистическое? Вот оно. Вот вам совершенно натуральное объяснение. Все написано черным по белому. Только читать нужно. Конечно. Теперь, да, поэтому, поэтому все понятно. Они говорят, мы сейчас, значит, нам нужно сохранение единства. Поскольку у нас в языке мало слов, если бы у нас было много слов, мы бы построили единство культурное. Мы построили бы единство на основе взаимопонимания. Но слов мало. Нельзя построить единственное взаимопонимание. Если слов мало, единство строится на основе проекта. Это же следствие. Мало слов, значит, можно отдавать только указания. Поэтому давайте возьмем простой проект. Будем строить. Вот на это у нас слов хватит. И поэтому под это можно всех объединить. Понятно это, да? Что же делает Всевышний, чтобы разрушить этот проект? Он спускается. Почему? Ну-ну-ну-ну-ну. Окей. Что же это значит? Почему Всевышний спускается? И почему в результате того, что Всевышний спускается, они перестают строить башню? Причина очень проста. Спускание Всевышнего означает большую степень божественного откровения. То есть с неба идет откровение. Что происходит, когда идет откровение? Каждый воспринимает по-своему. В соответствии с тем внутренним понятийным языком, моделирующим и способом восприятия мира, который у него есть. Ну, грубо говоря, один воспринимает этику, а другой эстетику. Один воспринимает одну сторону, другой воспринимает другую. И это настолько интереснее, чем заниматься этой фиговой башней, что они перестали друг друга понимать и разошлись. То есть разрушение башни происходит путем усиления позитивной интересности, заниматься сложноязыковым познанием, а не объединяться на основе примитивного общего проекта, бесконечного. Вот это история в Ивановской башне. Понимаете, да?